В Железнодорожном районе состоялось общественное обсуждение дизайн-проекта парка Щерса. Жители смогли высказать свое мнение по дальнейшему благоустройству пространства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», реализуемого по решению президента Владимира Путина. Арина Бачкова живет в Железнодорожном районе 33 года и очень любит парк Щерса. Женщина не могла упустить возможность высказать свои предложения для обустройства территории. Все такие адекватные были предложения. Я с ними согласна. И как вы слышали, тоже глава, он как бы тоже все это принял к свете. Я буду очень активный участник в этом голосовании. Общественное обсуждение дизайн-проектов парков, скверов и бульваров, которые включены в список для участия во всероссийском голосовании, стартовали 30 января. Первый этап отбора проходил в Самаре в январе этого года. Жители могли выбрать одну территорию из 85 предложенных. По итогам рейтингового голосования был составлен топ-20 объектов. Сам проект «Комфортная городская среда» прежде всего нацелен на вовлеченность населения. То есть это основной аспект. И прежде всего, чем будет инициативнее у нас граждане проживающие, тем будет более подробно проработанная уже концепция дизайн-проекта и будет более благоустроенная общественная территория. Общественное обсуждение перед народным отбором пройдут во всех внутриградских районах Самары. По итогам дискуссии дизайн-проекты будут доработаны с учетом мнения жителей. Заключительным этапом станет всероссийское голосование. После него сформируется список территорий, которые преобразятся в 2025 году. Основные предложения жителей, которые были внесены, это, конечно, оборудование всей территории парка и в том числе расположение на территории парка как спортивных объектов, так и объектов для культурно-массового отдыха. Все эти замечания будут обязательно учтены. В Самаре по нацпроекту «Жилье и городская среда» за последние пять лет было благоустроено более 20 общественных пространств и 200 дворовых территорий. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.